Друзья, всем добрый день! Сегодня у нас на обзоре Buick Unclave 2023 модельного года. Будет интересно, поехали! Друзья, всех приветствую! Солнечная Флориды. Сегодня у нас необычный автомобиль на обзоре. Это Buick Unclave. Чистая американская тема, чистый американский автомобиль, американская платформа, сделанная, естественно, для рынка Америки. Но все не совсем так просто, друзья. Давайте разбираться, что это за автомобиль. Сравним ее с конкурентами, пройдемся по ценам, посмотрим, насколько это все-таки люксовое подразделение. Это автомобиль по длине, который соответствует Toyota Grand Highlander, например. Это же та же самая платформа, на которой построен GMC Acadia, Chevrolet Traverse, который у меня был на обзоре тогда. То есть это самая большая такая вот вариация на этой платформе. Платформа, кстати, называется Chevrolet, точнее General Motors C1 XX. То есть на ней там и Chevrolet Blazer построенный, и Cadillac XT5, и Cadillac XT6, и Chevrolet Traverse. То есть такая унифицированная платформа для производства различных автомобилей. В данном случае это вот самый большой из них, Buick Enclave, топовой версии Avenir. Avenir это историческое название топовых версий именно Buick. Понимание General Motors, понимание такого более престижного бренда, нежели Chevrolet, Buick, вот как бы это представление американцев о том, как должна выглядеть роскошь, друзья. Естественно, у нас произошел апдейт в 2022 году. У нас машина получила изменения по внешке, изменения по салону, добавились больше опций, друзья, в базовое оснащение. В данном случае мы видим, что так же, как и у Chevrolet, к сожалению, головная оптика у нас, хоть она и полностью светодиодная, естественно, вы здесь не найдете лампочки накаливания, но все переехало сюда в бампер, так же, как у Chevrolet Traverse нового. И сверху мы видим, вот единственное, это просто дневной ходовой огонь. У нас глянцевая фальшириаторная решетка, три щита, классический это стиль Buick, значок камеры 360 здесь присутствуют. Хром, глянец, вот этот весь лоск, красивые полированные колеса, это вот именно отличительная черта любого Buick, вы можете посмотреть на маленькие модели, там стоит и Ancor, и тоже в комплектациях Avenir, и GSX и тому подобное. То есть здесь как бы все нацелено не на Shadow Line, не на какой-то там спорт, а именно на такую, я не знаю, размеренную какую-то вот внешность, такую релакс. И это считается как бы лакшери в понимании американцев, друзья. Да, я понимаю, это звучит смешно, но как есть, друзья. По внешке это, конечно, полностью вот такая вот зализанная форма у нас, то есть никакой агрессии, здесь никаких точенных вот таких вот ровных линий, все кругленькое, все закругленное мы видим. И фары, соответственно, я имею в виду блок дневных ходовых огней, вот эти вот все фальш, хотя они не фальш, это, кстати, функциональная прорезь для того, чтобы выходил воздух из-под колесной арки. Но при этом мы видим зеркала тоже вот в такой вот причудливой каплевидной какой-то форме, то есть все здесь настроено на то, чтобы не было никакой агрессии. Посмотрите просто на размеры. Кстати, по размерам, друзья, по длине машины это практически 5,3 метра, это больше, чем CX-90 Mazda, это больше, чем Grand Highlander. База здесь 3,89, база здесь, кстати, чуточку короче, чем CX-90, но при этом платформа это переднеприводная, в отличие от CX-90. Вот, это, по сути, также конкуренты Ford Explorer, по большому счету, или даже, наверное, Lincoln, но в какой-то степени. Сейчас мы посмотрим по ценам, друзья. Ну, в общем, внешка, понятие субъективное, 20-е колеса, стойка Макфорсона, здесь никаких технологических прорывов, к сожалению, нет, если мы сравниваем с немцами. И сравнивать с немцами даже не приходится. Это машина, которая исключительно призвана конкурировать здесь внутри США, там, с Ford'ом тем же, например, или с какими-то моделями от Chrysler. Надпись Avenir, Full LED оптика, друзья, электропривод пятой двери. Под капотом здесь все довольно-таки прозаично, все в духе класса этого автомобиля. Здесь классический атмосферный V6, мощностью 310 лошадиных сил и 370 ньютон-метров крутящего момента, спаренный с джемовским 9-ступенчатым автоматом. В базе всегда идет у вас передний привод, за доплату вы можете получать полный привод. Интересно, стоит отметить, что в качестве полного привода здесь непростая муфта, например, которая стоит перед задней осью, как у многих японцев или корейских кроссоверов, допустим. Здесь стоит система такая же, как в топовом Chevrolet Traverse, когда у вас сзади есть две муфты с пакетами сцеплений отдельно для каждого из задних колес. И, соответственно, передача крутящего момента у вас может динамически распределяться между колесами. То есть вот те все 50 или 52 процента, которые идут спереда назад, соответственно, они могут распределяться по 100% на каждое из колес, в зависимости от дорожных условий, погоды и тому подобное. То есть это не простая муфта, это что-то отдаленно напоминающее Super Handling All-Wheel Drive у Acura. Вот, ну и, конечно, не такой мудрёный. То есть здесь, по сути, реализована так называемая также векторизация тяги, при этом поворотной оси здесь нет, но машина должна чувствоваться чуточку лучше, чем если бы это была обычная муфта. Вот, то есть здесь заморочились немного General Motors, но, опять-таки, потому что это Buick, то есть на ступеньку выше Chevrolet Traverse. Поэтому, если у Traverse это в топе, то здесь они, по-моему, идут в базе, если я не ошибаюсь, но, по крайней мере, здесь версии Avenir. То есть вот интересно, как бы, наблюдать вот такие технологические решения в автомобиле американском, для американского рынка. Машина дальше, как я уже сказал, это стойкий MacPherson спереди, многорычажка сзади. И, в принципе, всё, друзья. То есть надёжный проверенный двигатель V6. Естественно, система распределения, фаз газораспределения присутствует. Упоры газовые капоты. И, в принципе, всё. Особых каких-то нареканий на этих двигатель, на этот двигатель я не нашёл. Или каких-то супер негативных отзывов. Двигатель достаточно уже давно находится в General Motors. Он ставится и на Chevrolet, и на Buick, и на кучу разных автомобилей, в том числе на GMC. Ну что, перед тем, как мы присядем в салон, хочется отметить, вот эта вот вставка у нас из пластика под дерево, к сожалению, это минус. Друзья, это прям очень сильно видно, конечно. Они пытаются подражать дереву, такому полулакированному, но это не очень получается. Вот эта часть у нас тоже серебряночкой покрытый пластик. В принципе, пластика много, достаточно дешёвого, но он мягкий. То есть, плюс в том, что он мягкий, но он мягкий вот до этого момента. Вот это уже идёт дубовый пластик. Гриль системы, аудиосистемы Bose. Вот это вот всё мягенькое, это мягкое. То есть, в принципе, выглядит вот в такой вот отделке двухцветной, там, или даже трёхцветной, если учитывать эту вставку, достаточно неплохо. Сидушки, это натуральная кожа, соответственно. Также вышивка здесь, авинир. Стёганая вот такая вот тема. Ниссан любит, кстати, стёганные сидения. Сидушки, вот такие центральные части в своих топовых версиях. Здесь то же самое, сидушка очень мягкая, комфортная. Светлый салон, но, друзья, я не знаю, камера передаёт или нет. Машина новая, но уже, уже засранные сидения, уже вот эти чёрные пятна от джинсов, ещё от чего-то. То есть, очень быстро светлый салон засирается, за ним, конечно, придётся следить. Что мне нравится в Бьюике, в отличие от Шевроле, вот эти все кнопочки, они сделаны, кстати, очень покрашен в цвет, во-первых. Ну и вообще, мне кажется, это стоит копейки. Почему Шевроле это не делает, я не знаю, но здесь это плюс. Также ремни у нас, смотрим, они светлые, не чёрные. И вот, собственно, куда вы вставляете ремень, вот этот вот пластиковый короб, он тоже светлый. Ну что, давайте присядем. На улице достаточно жарко. Так, друзья, ну что, мы присели, на улице, конечно, нереальная жара, несмотря на то, что середина ноября. Итак, Шевроле, Шевроле Траверс хотел сказать, друзья, Бьюик Анклейв в середине у нас подрулевые переключатели 9-ступенчатого автомата. Сейчас я включил себе массаж, подобие массажа, по большому счёту у вас валик поясничной поддержки, просто гуляет вверх-вниз, вперёд-назад. Вот, это также реализовано в некоторых немецких машинах, типа Volkswagen, Audi и тому подобное. Приборка у нас здесь полуцифровая, то есть по центру большой экран, цифровой спидометр, индикация тахометра, уровень температуры охлаждающей жидкости, остаток топлива в баке и тому подобное. Точнее, температура масла слева, а справа температура охлаждающей жидкости. Это всё аналоговое, 25 миль пробег у автомобиля. Дальше, что у нас ещё здесь? Руль, естественно, если бы не было вот этой вот вставки под серебро, естественно, это пластик, то это не был бы Бьюик. Красивое лого, в остальном это всё те же самые кнопочки с Шевроле. Дальше, у General Motors, в принципе, всё очень интересно. Если у немцев там или у японцев, у корейцев, все кнопки сгруппированы как-то логично, здесь нет. Здесь всё раскидано по салону, то есть General Motors, дизайнеры интерьера, скорее всего, пришли, вот так вот накидали, просто раскидали горсть вот этих всех кнопок, клавиш и тому подобное. Поэтому слева у вас здесь классический, как у General Motors, в принципе, это электронный ручник. Кстати, да, подверным картам память на два положения. Дальше у нас кнопка комфортного входа-выхода, сервопривод рулевого колеса, соответственно, присутствует. Несмотря на то, что это Buick в топовой комплектации Avenir, у вас только автоматическое опускание стёкол, подъём надо держать. Дальше, проекция, что интересно, также здесь присутствует управление проекцией, здесь какую информацию выводить, яркость проекции здесь, дефлекторы достаточно большие, то есть поток воздуха здесь, ну, кондёр очень хорошо холодит, друзья, в этом вопросов нет. Руль тонковатый, если честно, да, он обшит кожу, но он тонковатый. Датчик света, датчик дождя автоматически, само собой, здесь это даже не обговаривается. В самом экранчике можно выводить различные показатели, здесь два режима езды у автомобиля, это спорт и тур. Сейчас вот режим тур, при этом никакой анимации это не сопровождается, к сожалению. Там давление в шинах, единицы измерения, можно зайти в дополнительные настройки, что выводить и тому подобное. Машина также получила возможность обновлять софт мультимедиа по воздуху, тоже вот как бы такой апдейт 2022 года. Вот, то есть, ну, как бы читается всё отлично, никаких тут супер режимов нет, там с немцами и близко нельзя это сравнивать, всё достаточно просто, лаконично. И в то же время это, наверное, и плюс, я бы так сказал. Дальше, в плане мультимедии, в плане климата, климат, все кнопки физические, это огромный плюс в наше время, особенно если сравнивать с немцами, все уходят в тач-панели, сенсорные, всё. То есть, здесь полностью вентиляция сидений, подогрев сидений, крутилки, температура, здесь всё механическое, физическое я имею в виду. Трехзонный климат, соответственно, две зоны спереди, одна сзади, сзади также подогрева, сейчас я вам покажу. Кнопка старт-стоп, рояльный лак вот здесь присутствует, который будет засираться сильно. Верхняя часть торпеда у нас мягкая, с прострочечкой, а вот эта вот уже дубовая. Здесь вот эта часть обшита мягкая, и вообще вот эта вся центральная консоль очень удобная. Широченный, друзья, подлокотник, здесь спокойно два человека, усядутся любой комплекции. Вот плюс американских машин, то что ты сидишь просто как барин. Вот я сижу, и посадка суперкомфортная, я под себя подстроил, всё очень удобно, очень мягко. Большой плюс, что длинные сидушки, сейчас я уберу, ценник, длинная сидушка, вот этого не хватает японцам и корейцам, иногда даже у немцев этого не хватает. То есть здесь в базе, то есть тебе не надо дополнительно подколенную, она и так достаточно длинная, с моим ростом метр девяносто три, отличное решение. Очень простенькое мультимедиа, минусом является то, что экран, он по центру, мне кажется, он даже немножко повернут в сторону пассажира, отсюда как бы ты иногда не можешь понять, куда он вообще смотрит. То есть он куда-то повернут вверх и вправо, то есть это очень странное решение, я бы сказал, что это минус, потому что если вы будете включать CarPlay, тот же у вас, ну вам надо будет немножко заглядывать сюда, и вы будете отвлекаться. Отключение старт-стоп, кнопка режимов езды, два режима, как я сказал, тур и спорт. Ну и в принципе все, вот эта система построена на Android Automotive, она быстрая, кстати, да, по поводу разбросанных кнопок, удержание в полосе почему-то реализовано здесь, и отключение передних парктроников, и аварийная сигналка. Вот, возвращаемся к мультимедиа, кнопки, есть некоторые физические, управление громкостью, переключение треков, назад в меню, это зачет, это прям плюс. Если нет, вы хотите управлять сенсором, вы можете управлять сенсором, беспроводной CarPlay, Android Auto, точка доступа, настройки автомобиля, все поделено, там система, единицы измерения, язык, точки доступа Wi-Fi. Кнопка громкости, кстати, американцы, они известны тем, что они вот громкость выставляют сюда, плюс-минус, соответственно, надо приловчиться и привыкнуть к тому, что здесь их нет. А переключение треков, соответственно, также реализовано с тыльной стороны руля, с этой стороны, немножко непривычно, не так, как у всех. Дальше, вот это все, конечно, дубовенькое, единственное мягенькое здесь обшито, снизу, кстати, у нас вот такая вот парящая консоль, можно что-то туда положить. Кнопки автомата девятиступенчатого у нас реализованы вот так вот, похоже, как у Линкольна, только у Линкольна они сделаны здесь вертикально, здесь они поставлены вот здесь. Беспроводная зарядка Type-C, Type-A, вот как выглядит ключ от Бьюика, автозапуск, электробагажник, все это присутствует. Здесь два подстаканника, здесь большая вот такая ниша, куда можно что-то положить, это можно снять, и там очень глубокое пространство. По ширине машина, ну, огромная, это уровень там X7, GLS, вот в салоне, это прям один в один GLS или X7, если даже не больше. Машина очень-очень широкая, действительно длинная, комфортная. Друзья, второй ряд, конечно, здесь машина ориентирована исключительно на капитанские кресла, то есть два, чтобы сзади сидели человека, и на второй ряд. Несмотря на то, что здесь есть третий ряд, то есть можно сложить эту сидушку, или же можно ее отодвинуть вот здесь. Можно потянуть, это первое движение, вам надо потянуть кресло, второе движение, вам надо сложить спинку, таким образом у вас открывается доступ на третий ряд. У японцев, у корейцев все намного проще, там одна кнопочка, у вас сидушка отъехала максимально вперед, спинка сложилась. Здесь это сделано, как ни при шее кобыле хвост, реально, очень неудобно. Я попробую залезть сюда на третий ряд и сесть сам за собой, я не знаю, как у меня это получится, наверное, у меня это не получится. Хотя, друзья, я вам знаете, что скажу? Что здесь, ну хотя да, здесь места будет немного, потому что опять-таки сидушка подвинута вперед, если бы она, ну да, вперед, если сейчас там кто-то сядет более росло, подвинет назад, у меня места не будет. Ну, на двоих здесь, нет, здесь даже на троих будет, честно, это шторка, ее надо потом убрать. Места на троих здесь будет, если вот так вот как бы подвинуться, поделиться местом, то нормально. Спинка немножко вертикальная, есть USB Type-A, два подстаканника, дефлекторы, есть свой отдельный люк, это плюс два люка фактически идет. Здесь светло, здесь просторно, вопросов нет, друзья. Я думаю, что, наверное, это все сделано для того, чтобы можно было ходить вот здесь по центру. То есть вот эта система захода через дверь не очень удобная, а вот сюда, как вот в этом коридорчике, таком в проеме, я думаю, можно. Давайте попробуем. Да, я думаю, оно так и задумывалось. Нельзя, все в лайф-режиме. Все, вот я уже спереди сижу, я могу регулировать себе наклон спинки. Ну, по-царски, конечно, сидишь по-царски. Место, конечно, как и в том же Grand Highlander, там или в TX500, ой, точнее 350, кто видел у меня обзор. Шикарно. Третья зона климата, подогревы, розетка домашнего типа, два USB Type A. И самое главное, никакого центрального тоннеля, несмотря на то, что машина может быть на полном приводе, в данном случае это передний привод. Свои отдельные подлокотники, подстаканники в дверях. Здесь никакой консоли нет, но удобно ходить, кстати. То есть я беру свои слова назад, если как бы нету отдельной кнопки, которая пододвигает второе сидение, но при этом, потому что пройти через вот этот вот проем. Места сзади, кстати, немало, друзья. Сидеть удобно, сидушки мягенькие, вот чисто американский диван такой. Классика жанра. У меня была, кстати, американская машина, если кто не видел, в самом начале, одни из первых роликов у меня на канале, это обзор моего Oldsmobile. Да, он был заколхоженный, кто видел, но какой у него был мягкий диван. Вот что меня покорило тогда в американцах, это мягкость просто сидений этих, и передний диван там был цельно сдвижной. Как у всех американцев тех лет, 80-х, моя машина 83-го года была. И эта у меня машина вот по духу своему напоминает мой старый Oldsmobile, друзья. То есть американцы, они верны, остаются себе и делают машины, да, они простенькие, да, они не такие технологичные, да, там очень много стальных деталей в подвеске, там никаких алюминиевых подрамников или рычагов. Но все здесь проще, более ремонтопригодное и меньше каких-то вот этих непонятных штук, там, экранов и тому подобное. Поэтому я вот одобряю такой подход, действительно одобряю. Единственный минус, это, конечно, сейчас посмотрим, сколько стоит эта машина. Так, давайте закончим складывание. А, вот оно как все работает. Вот, да, но регулировать, конечно, не получится. То есть плюс версия винир, это электропривод складывания третьего ряда. Когда третий ряд у вас разложен, посмотрите, здесь все равно достаточно много места. Здесь пару средних чемоданов поместится однозначно. Здесь у вас еще огромная ниша, посмотрите, просто сколько здесь места. Очень много. Там дальше спрятаны еще инструменты. Да, докатки у нас сзади. Снизу нет, снизу у нас банка выхлопной системы, глушитель, соответственно. Здесь какие-то сеточки, еще что-то. Вот, но, конечно, здесь не хватает. Хотя, крючки как бы есть, но они не самые удобные, друзья. И еще есть зарядка типа прикуриватель. Не, ну то, что можно сложить, вот это все, конечно, огромный плюс, друзья. Ну и, соответственно, закрывается все тоже с кнопки. Кнопка одна единственная. А давайте посмотрим, что у нас будет по месту, если сложить. Ну, фактически будет у вас ровный пол. То есть перевести там какой-нибудь в холодильник, в стиралку, вообще без проблем. Места здесь просто нереально много. Еще что хочется отметить, друзья, это как плотно закрываются двери. Какие они тяжелые и глухой какой звук. Вот это, конечно, плюс. Ну и по ценам, естественно. Давайте начнем с нашего автомобиля. 23-й год, Enclave Avenir, передний привод, пакет 1SP. Пакет 1SP, Technology Package. То есть у нас базовая цена, в данном случае, Avenir, 57 470 долларов. Здесь также, кстати, камеры 360. Давайте я включу камеры 360. Вот, кстати, да, я забыл, как у нас выглядит камера 360. Траекторные подсказки. Возможность выводить различные виды. Вот, обратите внимание. То есть, ну и качество, друзья, кстати, хочется отметить. Ну, шикарное, действительно. То есть я прям очень удивлен. Качество вывода камеры прям на очень высоком уровне. Дальше. Вот все, что я вам сейчас показал. Электроприводы, все эти опции, друзья. Все это тянет на 57 500. Но сверху дополнительно у нас 1600 долларов. Премиум райдсиспеншен. А, хотя, смотрите. Часть из Continuous Variable Real Time Damping. Нет, все-таки здесь есть адаптивная подвеска. То есть в базе ее нет, как я сказал в самом начале, в технических характеристиках. Но за доплату у вас адаптивный амортизатор версия Avenir. Вот. И особого дизайна дневные ходовые огни и фары головного света. То есть здесь какая-то улучшенная подвеска идет. И плюс адаптивные амортизаторы. Ну, интересно, кстати. Да, но никакой пневмы здесь нет. 1600 долларов такой пакет. Итого машина стоит 60 500 долларов. Ну, дилер местный докинул там каких-то пару опций там на 2000 и на 2500. Итого 63. На 3000, да, сверху. Итого 60 500 за переднеприводный Avenir. Вот. Соответственно, вообще машина стартует там приблизительно, если это не Avenir, а какой-нибудь Anclave базовый, там в районе 50 там около этого. Ну, по-моему, не меньше 50. Если что, я приложу данную. Ну, вот в среднем это 50-65, если это полный привод сверху еще накинуть. Плюс дополнительно опция это будет 65 под 70 тысяч. 67 где-то. Вот. Вот примерно по ценам, друзья, расклад такой. Если и с другими конкурентами, это Grand Highlander. Grand Highlander за 62 тысячи. Вот сколько стоит эта машина. У него будет гибрид Max на 370 лошадиных сил, полный привод, платинум. Машина будет намного быстрее, резвее и технологичнее, плюс более ликвидная. То же самое Mazda CX-90 в топе. Она тоже будет 62 тысячи, но там сразу полный привод. Там еще и заднеприводная архитектура. Плюс полный... Ну, про немцев я молчу, как бы там немножко некорректно, наверное, это будет сравнивать. И, например, тот же там Subaru. Ну, честно, напрямую там с Honda и Subaru особо не сравнишь. Его бы там с Lexus, например, или с Finic. Вот с Finic QX60. Вот 60-я модель неплохая за 60 тысяч. Там можно купить нафаршированные, там предтоповые, фактически. Там топовые будут 63-64. Вот там тоже будет богатая комплектация очень. Но там единственный двигатель тоже там 3,5 всего лишь. Если доложить еще 8, 7, 8 тысяч, то можно взять MDX Type-S на пневме, на адаптивных амортизаторах с турбомотором на 355 лошадей. То есть в этом классе, друзья, выбор огромный. Кому что надо. Эта машина, если честно, берут, конечно, люди в пенсионеры. Пенсионеры. То есть с преклонного возраста, Бьюик. Но, будем честны, автомобиль, он не для молодежи, не для людей среднего возраста, однозначно. И продавцы сами здесь, это люди там 60+. Если ты заходишь куда-нибудь там, я не знаю, в Ford, в Hyundai, еще куда-то, молодые ребята, продавцы, вот сколько я здесь сталкиваюсь, там BMW, Mercedes, Buick, Chevrolet, GMC, это всегда люди пожилого возраста. Вот в 100% из 100 случаев, как бы, в 100% случаев, вот сколько я попадаю, это всегда так и есть. Кадиллак тоже самое, кстати, за исключением пары спортивных моделей. В остальном тоже продавцы. Но вот, собственно, мы и видим, на кого нацелена, что за аудитория у этого автомобиля. К сожалению, машина по потребительским качествам своя хорошая, но немножко уступает. Кому что надо, друзья, в общем, я считаю, 60 тысяч, да, это дороговато за эту машину еще и на переднем приводе. Но если вы цените комфорт, как бы, простоту и надежность, и огроменный просто салон, на этой машине еще можно буксировать спокойно, там, до полутора тонн около этого, то почему и нет. Друзья, ну что, пора подводить итоги. По ценам я вам рассказал, салон я вам показал, а здесь Ford поражаюсь, насколько это огромный салон. Вот я метр девяносто три, я вообще нигде не чувствовал себя стесненным. Вот только третий ряд, но, опять-таки, если там компактность есть, вообще никаких проблем. Машина, это просто квартира на колесах, это чуть меньше, чем там Tahoe, например, или, ну, там, Субурбан, конечно, намного больше будет в длину именно. Но вот так вот по ширине места, вот, просто. Чистый американец, мягкий, комфортный, простой. По цене я вам только что все сказал, по конкурентам, каждый делает для себя выводы, друзья. Но обязательно пишите в комментариях, что вы считаете, вообще имеет право быть Бьюик вообще сейчас. Как вам цены, дорого это или нет. Понятное дело, что многие из вас напишут, да это смешно, старая древняя тачка за кучу денег. Для того, чтобы понять его полностью, надо в него присесть, потрогать, пощупать, просто посмотреть на эти огромные размеры. Вот даже сейчас видно невооруженным глазом, даже, я думаю, что камера тоже может передать. Это большая машина, комфортная, вот чисто яхта такая. На ней поехать куда-то в путешествие спокойно, там, взять с собой даже какой-то, можно, мини-трейлер небольшой. Машина может тянуть там до 5 тысяч или до 6 тысяч фунтов, там, около этого примерно. Так что, друзья, вот такой вот Бьюик Анклейв. Я понимаю, что машина достаточно нишевая, немного обзоров на них есть. Но вот хотел с вами поделиться таким автомобилем. Я считаю, как бы, возможно, кому-то будет интересно. Обязательно пишите ваши комментарии. Друзья, подписывайтесь на канал, дальше больше, бейте в колокольчик. Ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте канал, чтобы он продвигался дальше, чтобы больше людей увидело, возможно, какие-то интересующие их автомобили. Вот, а мы увидимся в новом выпуске. Всем хорошего дня и пока! Субтитры сделал DimaTorzok